Друзья, сейчас я вам покажу, как выглядит ресторан у Костницы Crystal Palace, ну и какие блюда подают здесь на завтрак. Так, ну ресторан я уже вам показывал в предыдущем видео, поэтому тут мы долго останавливаться не будем. И сразу перейдем к обзору еды. Так, смотрите, значит здесь у нас стол с сырной нарезкой. Дальше у нас идет стол с колбасной нарезкой. В принципе, с другой стороны стола все то же самое, сырная нарезка и колбасная нарезка. Тут у нас кое-какая выпечка. Это ихний пирог с сыром, яйца вареные, взбитые яйца. Это тоже какая-то ихняя яичница с перцем и луком. Так, тут овощи на гриле, картофель, сотей из шпината, шоколадная паста, оладушки. Так, тут у нас колбаски с овощами, перчик. Это сыр келин какой-то жареный, ну это сатей из грибов. Тут у нас блюдо из фасоли, жареная колбаса и сосиски. Так, тут у нас овощи. Есть маринованные, есть свежие. Там вот огурцы, помидоры, кукурузка, морковка, лимон. Здесь у нас стол с оливками, несколько видов оливок, есть резанные целые. Так, тут у нас стол с выпечкой различным. Так, тут у нас есть шоколадная паста. Так, дальше у нас стол с вареньем. Так же у нас тут и маринованные фрукты есть. Вот у нас такой вот фруктовый салат. Это у нас йогурт. С этой стороны у нас стол с фруктами, свежими фруктами. Груша, яблоки, апельсины, бананы. Ну, еще один вид яблок. Здесь можно сделать горячие бутерброды. Вон хлеб, вот сыр, колбаски, масло. Так, здесь у нас стол с различным. Там, к примеру, вот есть инжир, есть курага, есть изюм, есть хлопья. То, что любят дети с утра. С этой стороны у нас еще варенье различные. Есть халва, есть мед в сотах. И смотрите, значит, на улице у нас есть гриль. И вот на улице делают омлет. Ну, либо жареную яичницу. Тот, кто предпочитает в зависимости от своих вкусов. Я лично омлет предпочитаю, поэтому я заказал омлет. Чтобы вам добавили все добавки, там, к примеру, колбаску, сыр, грибочки, помидорчики, еще перец есть. Просто нужно сказать омлет. Наконец-то. А то я уже, в принципе, четвертый день Турции. Я до сих пор еще ни разу не покушал нормальный омлет. Потому что в гостинице Amara Prestige у нас омлет был с 8 часов. А мы к этому времени уже уезжали. Дальше в гостинице Club Hotel Serra там просто этого не делали. Ну, не жарили ни омлет, ни яйца. То есть это уже было готово и все. Ну, это совсем не то. Мне интересно. И вот здесь вот вам приготовят сразу то блюдо, которое вы пожелаете. Вернее, в том виде яичницы, в том, которым вы пожелаете. Друзья, наконец-то я сегодня утром поем омлет. Ну, конечно же, все как я покушаю. Я вам расскажу, насколько тут еда вкусная. Вот. Но хотя бы уже тот факт, что здесь с момента открытия ресторана вы можете покушать свежие жареные яйца либо омлет. Это уже очень хорошо. И вот смотрите. Значит, здесь вы можете сделать себе утром полноценный апельсиновый фреш. Но только готовить вам его придется самостоятельно. Значит, вот апельсины, вот пресс. Берете стаканчик, разрезаете апельсины и давите себе свежий апельсиновый сок. Так, и вот у нас еще один стол. Вот, значит, здесь у нас представлена сладкая выпечка, различные круассаны, пирожины. Так, друзья, позавтракал я уже, собственно говоря, как бы все, что есть на завтрак в ресторане, я вам показал. В принципе, все хорошо приготовлено, вкусно. Вот. Нормальный омлет получился. Да, это, ну, не самый вкусный, который я ел там, когда был в каких-либо гостиницах. Но вообще все в принципе в порядке. Никаких претензий, все мне понравилось. Ну, а вы в комментариях напишите, пожалуйста, под этим видео, как вам завтрак в этой гостинице, нравится, не нравится. Ну, и ваши впечатления.